Научные проблемы объективной оценки деятельности онкологической службы. Профессор Миробесфилев Актан Михайлович, который постоянно нам рассказывает, как это надо делать. Спасибо, Рустам Шамильевич. Я знаю, что вы очень строго следите за регламентом, поэтому я постараюсь начать именно с того, о чем я, как правило, не успеваю сказать, о наших успехах. Так вот, прежде чем достаточно критически у меня будут сообщения, как это бывает обычно, все-таки я хотел бы, чтобы мы понимали, что это все происходит на фоне того, что первое, мы имеем уровень выживаемости очень близкий к среднеевропейскому. И те проблемы, которые мы разбираем, они направлены на улучшение того, чем мы занимаемся. Кроме того, самый главный момент в сегодняшнем моем сообщении – это в какой-то мере помочь Международному агентству по изучению рака, помочь нам, мы и мы, и они нам, все-таки расширить зону популяционных раковых регистров в России. И те проблемы, которые существуют, я тоже постараюсь вам доложить. Потому что 22-25 вы видели вот эти листочки рекламные, что у нас состоится в городе школа онкологов, посвященная созданию и развитию раковых регистров. И, конечно, мы провели обследование в связи с этим всех территорий, чтобы рекомендовать те или иные территории, которые могли бы в будущем войти в международный класс. Теперь еще об одной маленькой детали. Конечно, мы не берем на себя право определять, кого в эту школу приглашать и кого нет, но мы подготовили специальные письма главным онкологам федеральных округов с рекомендациями, а они уже будут нам представлять тех лиц, которые могут участвовать в этой школе. А окончательный отбор, конечно, будет за представителями Международного агентства по изучению рака. Прежде всего хотел бы показать состояние наших дел на сегодняшний день. Это картинка, которую я в последнее время постоянно показываю для того, чтобы провести все-таки агитацию по развитию раковых регистров, работающих по международным стандартам. Это из книги «Рак на пяти континентах», десятый том. И здесь фиолетовым показаны раковые регистры в мире. Вот Австралия, Канада, Соединенные Штаты, где полностью территория охвачена раковым регистром. Потом здесь есть вот такой голубой фон, где на территории... Полностью? Ну, практически полностью. Вот территории, где несколько регистров. Ну и, наконец, если говорить о том, что мы лукавим, вот у нас вот зеленая территория, это где на всю страну один регистр. Вот убрать петербургский регистр, здесь была бы такая же зона, как в Центральной Азии, как в Центральной Африке. Поэтому, конечно, надо предпринимать усилия создания. Что такое регистр по международным стандартам? Вот я уже сказал, что мы сейчас рассылаем письма главным онкологам федеральных округов, чтобы они отбирали. Но там есть еще у нас второй документ, который идет от Международного Агентства по изучению рака. Они спрашивают в первом наборе состояние того человека, которого они приглашают обучать, а во втором состояние ракового регистра. И начинается там с очень простых вещей. Кто у вас директор ракового регистра? Есть ли у вас в раковом регистре директор? Я обращаю на это внимание следующее, что раковый регистр, это, во-первых, научное подразделение. Это не помощь главному врачу в составлении годового отчета. Как бы там ни называлось, на каких бы, так сказать, программных средствах это не выполнялось. Это должно быть самостоятельное учреждение. Не в подчинении главного врача, а совместно с главным врачом, выполняющим все те задачи, которые выполняют в мире популяционные раковые регистры. И для того, чтобы не говорить уже о деталях, хочу сказать, что тот материал, который мы получили, по многим территориям, это один-два сотрудника, которые обеспечивают составление этого государственного отчета. Есть и такие территории. Есть вторая сторона. Галина Вениаминовна честно говорила и обратила на то внимание, что в связи с ограничением доступа к базе данных умерших, вот мы теперь знаем точно, 22 территории России не имеют доступа к базе данных. О какой можно говорить о качественной характеристике накопления контингентов и всех остальных параметров, которые мы обсуждаем. Понятно, что на уровне страны это сделать колоссально сложно. Вот поэтому, в принципе, и МАИР, и я уже давно предлагаю создать несколько таких точек. Но полноценных. Но если финский регистр имеет 40 человек, работающих, высококвалифицированных и так далее, там скрининговые программы, там еще у них 20 человек. Вот поэтому без людей, значит, а теперь несколько таких цифр. Первая цифра, она заключается в том, что у нас 50% раковых регистров не имеет руководителя. 90% не имеет патологоанатома в своем составе. Ну, я уже не говорю о программистах. Это должно быть полноценное учреждение, естественно, рассчитывающее в том числе и показатели относительной выживаемости. У нас на сегодняшний день таких территорий 4. Это Петербург, это Псковская область, это Карелия и Самарская область, где мы недавно были и видели, что, в общем-то, при желании это можно сделать. Конечно, трудно главному врачу выделить там 10-15 сотрудникам в зависимости от численности населения территории из своего штата, потому что есть проблемы с его точки зрения, и, может быть, оно так и есть, более актуальные и необходимые. Наша задача – получить объективную информацию. Повторяю, у нас есть… Мы ничем не отличаемся ни по качеству лечения, ни по уровню выживаемости. Вот. Поэтому надо делать так, как надо делать. Но это не так все просто. Так, следующее у меня. Эти картинки я тоже показывал. Это главные причины рака среди мужчин. Первое место – рак предстательной железы. Австралия, Америка, Скандинавия. Первое место – рак легкого. Ну, есть территории, где первое место – рак печени, первое место – рак желудка и так далее. Посмотрим, что у женщин. У женщин, конечно, основной – это рак молочной железы. Это рак молочной железы. Вот этот цвет. Вы видите, в Монголии также рак печени, в Китае рак желудка. И все, что говорит о том, есть ли экономический уровень развития страны или нет, – это рак шейки матки. Рак шейки матки – это Индия, это Африка и часть территории Латинской Америки. Поэтому по структуре онкологической заболеваемости можно сразу судить об экономическом уровне страны в том числе. Ну, как по уровню детской смертности можно судить о многих других показателях на любой территории страны и мира. Смотрим дальше. Значит, здесь показано место Санкт-Петербурга, стандартизованные показатели заболеваемости мужчин из 10-го тома рак на пяти континентах. Место Санкт-Петербурга – следи других стран. Должен сказать, что стандартизованный показатель по России буквально рядом с Санкт-Петербургом. Поэтому мы здесь не имеем резких отличий. Ниже нас Украина, дальше Зимбабве, Колумбия и Индия. У женщин то же самое. Теперь посмотрим. Значит, в мире сейчас 423 популяционных раковых регистра. Но речь идет о том, что вот в Соединенных Штатах отдельные штаты имеют по 3-4 регистра внутри штата по этническому делению. Черные, белые и так далее, и так далее. На самом деле регистров 300. Но если мы смотрим с учетом и этнического разнообразия, то мы занимаем в этом списке 324 место среди мужчин и 315 среди женщин. Со стандартизованными показателями 200-260. Ну, здесь динамические ряды по северо-западу. Я думаю, что мы не будем на этом останавливаться. Мы имеем возможность, может быть, уникальная среди всех других территорий, сравнить динамику структуры онкологической заболеваемости с 1980 по 2013 год. Это то время, когда мы начали готовить наши материалы для рака на пяти континентах. С шестого тома мы там находимся. Кроме того, у нас были книги. И мы видим, что, конечно, произошли очень значительные изменения. Это все можно посмотреть в наших монографиях. Я на этом останавливаться не буду. Там понятно, что сейчас на втором месте рак предстательной железы. Это та же структура, характеристика для женского населения. Очень люблю этот слайд, потому что здесь показаны повозрастные показатели заболеваемости. По каждому году наблюдения, не по пятилеткам, не по десятилеткам, а по каждому году наблюдения. И мы видим, что в конце вот у нас такой вот хвостик, как правило, как бы мы ни строили эти графики, в конце вот хвостик этот погибает. Хочу обратить ваше внимание, что в журнале «Новости геронтологии» Богданова сейчас представила работу. И для меня это было открытие. Что же делается у нас? Почему эти хвостики идут вниз? Оказывается, в 1989 году Минздрав СССР еще принял решение, что лицам достигших 80 лет можно ставить диагноз «умер от старости». Ну, за исключением, конечно, всяких, так сказать, тех процессов, где явно причина смерти явная. Так что, кстати, в столичных городах таких случаев установления причины «умер от старости» практически нет. А вот в некоторых национальных территориях, там до 14% ставят диагноз данной группе больных. И этим как бы снижают смертность от сердечно-сосудистой патологии, от злокачественного образования до 14%. Такова реальность. Ну, об этом мы много говорили, что те стадийные элементы, которые выходят на, так сказать, всероссийский уровень, они не совсем соответствуют при расчете показателей выживаемости. Но я вам должен сказать, что, ну, вот так вот выглядит распределение по стадиям, вернее, выживаемость по стадиям рака печени. Конечно, практически в стране нет никаких первых и вторых стадий. Вот, хотя отдельные территории показывают, что у них ранние стадии по раку печени до 64%. Но я должен сказать и следующее, что мы посмотрели последние данные по Соединенным Штатам Америки. Там тоже очень редко бывает так, как вот здесь мы показываем рак предстательной железы, первая стадия, вот она идет, первая стадия. И это действительно так. И у них во многих случаях точно так же в первой и второй стадии не идет горизонтально, а очень похоже на то, что показано вот в этом плане. Так же и по другим странам, поэтому удивляться этому нечему. Но на этом я не хотел бы сегодня восстанавливаться. Ну, есть несколько таких моментов отвлекающих, на которых хотел обратить внимание. Это заблуждение онкологов и клиницистов, ну, например, о таких случаях, что рак злее у молодых. Вот мы видим, конечно, что уровень пятилетней выживаемости и у молодых, и у мужчин, и у женщин, конечно, у молодых всегда выше, чем у пожилых. И точно так же мы смотрели еще не просто уровень выживаемости, но уровень выживаемости, привязанный к гистологическим типам опухолей. И, в частности, допустим, по раку легкого, мелкоклеточный, то есть мы определили, что при сравнении разных возрастных групп структура онкологической патологии, она стабильна. То есть это стойкий признак структура, за исключением, может быть, тех локализаций, где существуют какие-то функциональные, например, рак молочной железы, там, может быть, у молодых и пожилых разные моменты. Вот. Теперь рак молодеет. Все время все говорят, рак молодеет. Он действительно молодеет относительно такой локализации, как рак шейки матки, по известным вам причинам, которые у нас в стране. Но в целом мы видим, что удельный вес и в Российской Федерации, допустим, и в Санкт-Петербурге, лиц в возрасте до 40 лет уменьшается, а 60-е старших увеличивается, потому что это, естественно, идет процесс постарения населения. Поэтому, ну, такие мелкие всякие дела. И вот теперь то, что касается этого графика, я хотел бы особо обратить внимание, что здесь отказались, выбрали мы больных, которые подлежали радикальному лечению, то есть, ну, в ранней стадии, да, и мы видим, что отказались от специального лечения в молодых возрастах минимальное количество, а в пожилых большое. Теперь имели противопоказания. Конечно, всегда мы видим, что в старших возрастных группах колоссальное число больных не может подлежать, допустим, проведению каких-то оперативных мероприятий. И в итоге, и в итоге что мы видим? В итоге мы видим количество больных, реально получивших лечение. Конечно, у молодых и пожилых это цифры совершенно разные. Ну, выживаемость, я вам сказал, что вот четыре территории, у меня, правда, нет на слайде Самары, я думаю, что будет в следующий раз. Вот, мы видим, что вот эти показатели очень близки к среднеевропейским. Поэтому здесь нет, у нас там были мужчины, здесь женщины. Вот, поэтому, заканчивая все эти наши разговоры, я хотел бы, чтобы мы все-таки приступили к тому, чтобы несколько популяционных раковых регистров организовать, сделать все как положено, иметь нормальные штаты и нормальные возможности, и нормальную оценку. Спасибо за внимание. Не буду больше задерживать. Спасибо большое, Вахтану Михайловичу, за прекрасный доклад. Вопросы, кто хочет задать из зала? Мы, наверное, будем в таком режиме, у нас еще не будет одного доклада. Кто желает задать вопросы? Вахтану Михайловичу, да. Потому что я же... Да, пожалуйста. Ну, не все друг друга знают, пожалуйста, представляйте себе вопрос. Вопросы, кто хочет задать вопросы? Что отнести? Почему работают? Потому что у нас финансирование идет, все органы, правоохранительные в первую очередь, они проверяют. И поэтому у нас в конце регистра работает в онлайн-режиме. То, что вы говорите по выживаемости, но это показатель, это не агентство по статистике, это показатель регистра. А как можно дать, если регистра нет? И третий, такой вот стандартизованный показатель, который применяет МАИР. Может быть, он большим государством и подходит. А государству, как Казахстан, нас всего 17 миллионов 400 тысяч, мы друг друга в лицо знаем. У нас все цифры в абсолютных числах. Поэтому мы эти вещи как бы готовы с МАИР поговорить. Да, ну что мне на это сказать? Петербург даже не имеет 17 миллионов. И многие регионы России где-то 1, 2, 3 миллиона человек. Есть и меньше. Но тогда нет возможности сравнивать ни с какой другим. Понимаете, что такое стандартизованный показатель? Начнем с этого. Это показатель, который устраняет различия возрастного состава сравниваемых групп населения. Если на одной территории одни молодые, а на другой одни старые, их сравнивать нельзя. А всегда и в динамике на одной и той же территории идет постарение населения, мы можем неправильно сделать выводы. Вот, собственно, по любому разделу, ни ВОЗ, ни МАИР, никогда на грубых показателях никакие оценки не проводят. Но дело... Кто? Зато Минздрав проводит. Да, Минздрав проводит, да. Мы писали справку Минздрава и указывали, что все эти оценки нужно проводить грамотно на стандартизованных показателях. И, во-первых, показатели действительно показывают, простите за тавтологию, что идет снижение смертности. И нет той паники, но идет постарение населения, и никуда от этого не деться. Вот. Это уровень цивилизации. Ну, вот Галина Вениненко хочет добавить. Я не добавить. Я хочу вам вопрос задать, потому что я много раз задавала и никогда не получала ответа. Вот вы говорите, что единственный в России регистр в Санкт-Петербурге, который зарегистрирован в МАИР. Тогда ответьте мне, пожалуйста, почему при раке молочной железы в Санкт-Петербурге отношения одногодичной летальности к запущенности в четвертой стадии почти два? Когда они больше года точно живут. А при раке пристательной железы, это самый высокий показатель в России, это где-то полтора, когда в России в целом это меньше единицы, гораздо. Вы знаете, таких вопросов я могу себе задать намного больше, чем... Да, нет, нет, я скажу. Вот если бы у нас штатная структура была бы нормальная, как в нормальном раковом регистре, мы бы на каждый этот элемент могли бы формировать группу для изучения более углубленного и выбирать. Ну, я про другие регионы не знаю. Я знаю, что мы делаем так, как мы можем делать, и что мы можем, то мы и делаем в пределах наших возможностей. Но если вместо 35 должностей у нас около 10, это вместе с институтскими сотрудниками, мы далеко не все можем сделать. Никакие скрининговые программы такими, так сказать, силами невозможно тоже проводить. Вот мой ответ. Должно быть нормальное штатное обеспечение, нормальное физическое. И еще один такой немаловажный нюанс, чтобы это люди были грамотные и понимали, что они делают. К сожалению, на многих территориях не рассчитываются нормально никакие показатели, не пользуются тем, что делаете вы. Но когда представляют доклад, они даже не пользуются этими цифрами, которые уже у вас в готовом виде. Ну, что я могу сделать? Вопрос тоже. Можно еще? Да. Волоктанин Михайлович, вы называете количество регистров в разных странах. И как бы достоинство большое их количество. Смысл каков, так сказать, зачем нам гнаться за таким количеством каким-то? Мы можем ставить и по локализациям, и так и прочее. Я говорю не о количестве регистров у нас и за рубежом. Вы знаете, что у нас практически 80 территорий, 80 раковых регистров. Но цели и задачи, которые вы ставите на регистре, которые ставит Международное агентство, они разные. Они разные. Вы ставите те задачи, которые ставит перед вами Минздрав вот с этими вот, как здесь мне написано, с индикаторами, да. С теми индикаторами Минздрава. И вы на эти индикаторы фактически в том или иной мире пытаетесь ответить. Есть мировые стандарты. Вы выходите на них. Я еще раз повторяю, что у нас нет никакой паники. Мы не отличаем. Все другие территории тоже имеют массу дефектов. Никто, ни один регистр МИРИ не собирает абсолютно все случаи рака. Поэтому я призываю только к тому, чтобы организовать, по крайней мере, несколько других регистров, чтобы по ним мы видели, что происходит. Но это желание, я думаю, даже не руководства территорий. Кто еще хочет задать вопрос с места? Ну тогда я, позвольте, один вопрос и небольшое рассуждение на эту тему. Виктор Михайлович, а у вас вот эти все слайды, они ваши, потому что там не было ссылок. Обычно, когда делают доклад, делают такие ссылочки небольшие внизу на слайды, откуда материал. Вот эти диаграммы круглые по вот этим даже хотя бы грубым показателям, которые там по заболеваемости. Ну, первый слайд, который вы видели, там это из 10-го тома МАИРа, остальные это материалы наши. То есть вот эти общие диаграммы тоже? Да, все эти диаграммы наши, да. Ну, то, что касается международных, они международные. Мы как-то привыкли в докладах, что ссылка идет, когда это идет научный доклад. Вот, я хотел бы тоже порассуждать. Понимаете, вот у нас какая-то сложилась не очень здоровая ситуация в связи с тем, что затянулся приказ 420-го, который был, понятно, в 96-м году, да. И вот напоминает это некоторое такое вот смуту. Чем хуже страны, тем больше хотят заполучить какие-то вот преференции на регистр. Дело в том, что отдать-то его можно. Я-то, кстати, должен вам сказать, что мы нашли в институте, с 48-го года ввели наши предки, наши учителя, регистр. И этим очень заинтересовались у нас были наши коллеги из Германии, они тоже видели эту ситуацию. И, кажется, с 48-го года опыт в институте Герцена колоссальный. Ну, что тут, это же 70 лет практически скоро. Может быть, надо его как-то поправлять в этих дискуссиях, изменять, иначе называть информационную систему. Но ведь забрать-то можно, а справиться сложно. А ведь сейчас какая начнется ситуация? И я хочу предостеречь некоторые горячие головы. Потому что сейчас заберете, а потом ведь будут говорить, что там было, а вы загубили. Ведь это будет уже очень серьезная проблема. Поэтому... Кто забирает? Нет, нет, ну кто бы... Многие хотят. Ко мне обращаются, приезжают частники, говорят, что они хотят приватизировать этот регистр. Да, Георгий, я говорю, потому что знаю, из кабинета не выходят люди, которые предлагают деньги продать регистр, сделать его частным, приватизировать. У нас же очень любят приватизировать, акционировать, взять деньги и уничтожить. У нас это такая триада, знаете, это Чебурково, операция, реанимация, смерть. Поэтому нас любят вот так вот, завод тоже забрать. Вроде никого не было вокруг, никому он не был не нужен до какого-то года завод. Потом забрали, уничтожили, мы с вами видим эти заборы и дырки в окнах. Регистр это такое же здание, выращенное, да, оно требует ремонта, пересмотра, общих свещаний, конструктивных. Легче всего критиковать. Но предложите, что надо делать, предложите, давайте соберем рабочую группу какую-то совместную, чтобы это были общие рассуждения. Нет, отдайте мне, нет, давайте приватизируем. Я считаю, что, во-первых, наши вот эти вот с вами неконструктивные вещи могут привести к тому, что его действительно приватизируют. Потому что у многих людей есть очень сильные юридические группы, которые выведут его и заберут. И тогда мы будем с вами за деньги слушать те же самые, видеть те же самые диаграммы, но только мы будем за это платить. Поэтому раскачивать проблему этого себе дороже. Это вот мое мнение, это мое мнение, оно может быть неправильным, но я считаю, что так. Я хочу поддержать то, что вы сказали. То, что у нас есть сейчас, то, что делает институт Герцена, это фактически единственное, что у нас есть, на чем, на что мы опираемся. Так что я, честно говоря, даже удивляюсь тому, что кто-то еще чего-то забирает и так далее, и так далее. Естественно, вот смертность мы берем, например, у меня сейчас была лекция из Росстата, но это разные вещи, разные вещи. Поэтому то, что делает институт Герцена, эти справочники ежегодные, теперь они уже, так сказать, на онлайн можно их изучать. Это единственное, я не говорю о регистре питерском, это другая история. Это регистр, действительно, единственный регистр локальный, петербургский. И я поддерживаю Вахтанг Михайлович, что надо делать по стране пару-тройку показательных регистров. Но то, что делает институт Герцена, вот эта информационная система, я бы это не назвал регистром. Это очень важно, и его надо сохранить и поддерживать. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Пожалуйста. Очень кратко. Андрей Дмитриевич, дело в том, что никто ничего не собирается забирать, не об этом речь. Потому что та функция, которую выполняет, допустим, наш, он выдает и государственную отчетность, и более углубленно разрабатывает то же самое. Поэтому ни о каком отторжении, или тем более продаже за деньги, вообще не идет речь об этом. Спасибо большое, Вахтанг Михайлович. Мы надеемся, мы просто понимаем, что это несколько отвлекает регионы, потому что они, люди на местах, им трудно вот это вот понимать, такую дискуссию понимать, что не все здесь есть. Им приходят уведомления о том, что они должны направить данные, да еще не всегда с персонифицированной безопасностью. Это просто отвлекает людей. Я представляю себя, как бы я сидел в регионе, и мне особенно, ну, есть там очень продвинутые, вот Рустам Михайлович, извините, Рустам Шамильевич, разнервничался, ради бога, конечно, я знаю, профессора Хасанова. Вот, и он, конечно, его разве обведешь вокруг пальца, это мудрейше мудро. А новый пришел, главный врач, оттуда пришел, отсюда пришел, куда отправлять? И, как вы правильно сказали, штата нет столько, чтобы поддерживать там 10-15 регистров. Надо куда-то нацелить удар, а потом, вы знаете, что такое финансирование, разбросать сейчас. Этот чуть-чуть давать на, этот чуть-чуть давать на, этот чуть-чуть давать. Давайте давать на общие, на рабочие группы. Конечно, хочется какое-то маленькое хозяйство на свое, но надо же понимать, что сейчас не очень просто стране вот это все содержать.